В Израиле приветствуют последние заявления Дональда Трампа относительно сделки с Ираном. Жесткие слова американского президента здесь восприняли с надеждой на то, что Америка может выйти из соглашения и таким образом помочь еврейскому государству. Все детали узнаем от Сергея Ауслендера. Окажись, сейчас Дональд Трамп в Иерусалиме его понесли бы по улицам на руках. Реакция Израиля на его последние заявления по Ирану была более чем восторженной. Еврейское государство, пожалуй, самый ярый противник ядерной сделки. Здесь полагали, что соглашение проложит путь Тегерану к обладанию ядерной бомбой. А это главная стратегическая угроза для Израиля. Президент Трамп только что создал возможность отказаться от этой отвратительной сделки, не обращая внимания на агрессию Ирана и противостоять его поддержке терроризма. Вот почему Израиль пользуется этой возможностью. И поэтому каждое ответственное правительство и любое лицо, занимающееся вопросами безопасности в мире, должно это сделать. В 2015-м Исламская республика и шесть западных стран подписали соглашение о том, что Иран будет развивать свою ядерную программу исключительно в мирных целях в обмен на снятие санкций. Эту сделку многие эксперты критиковали, утверждая, что она развязывает руки Тегерану и позволяет ему практически безнаказанно финансировать терроризм. Ядерная сделка была одним из худших и односторонних соглашений, в которые когда-либо были вовлечены Соединенные Штаты. Честно говоря, это позор для Америки. И поверьте мне, этим все не закончится. В Европе слова Трампа восприняли болезненно. Ядерная сделка с Тегераном считается едва ли не главным успехом европейской дипломатии за последние годы. Россия выразила опасения, что это приведет к новому витку напряженности на Ближнем Востоке. А вот в Иерусалиме не устают повторять, что Исламская Республика и есть главный источник напряженности, причем не только на Ближнем Востоке. Что Тегеран финансирует террористов и пытается распространять свое влияние повсюду. Нет до сих пор элемента контроля того же МАГАТЭ, потому что МАГАТЭ знает, что до сих пор Иран не подписал дополнительный протокол, которым регулируют как раз приезды контролирующих инспекторов ООН, а без этого говорить о том, что Иран выполняет обязательства, просто преждевременно и в общем нереально. Америка пока не выходит из ядерного соглашения, заявил Трамп, но может это сделать в любой момент и таким образом обеспечить себе свободу действий. Пока же США усиливают санкции против Ирана. В Тегеране постоянно подчеркивают наш атом мирный, а всеоружейные программы исключительно оборонительные. В Израиле, который считается главным противником ядерной сделки с Ираном, считают иначе. Для чего тогда, спрашивают в Иерусалиме, Тегерану нужны баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие с дальностью полета в несколько тысяч километров. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.